У меня есть хороший знакомый Мордахай, соблюдающий еврей, который, слава богу, имеет успешный бизнес. Когда происходит в артоксальной общине, к нему часто обращаются с просьбами о финансовой помощи для людей и организаций. Я заметил, что каждый раз после того, как он выписывает кому-то чек и провожает этого человека, он бормочет себе под нос. Стыдно быть тунеядцем. Впечатление, что он порицает тех, кому он помогает, за то, что они не справляются сами. Но я хорошо знаю Мордахая, и до него это не похоже. Однажды я видел, как Мордахай разговаривал с кем-то по телефону, пытаясь найти время на новую хевруту, учебную сессию Торы. Это было не просто из-за его занятого расписания, но он это сделал. И после того, как он повесил трубку, он снова пробормотал себе под нос. Стыдно быть тунеядцем. Кто здесь тунеядец? О ком он говорит? Один раз я был в офисе Мордахая, и видел, как он прервал работу, чтобы бежать в синагогу для дневной молитвы. Это ему было нелегко, и на самом деле он мог бы прочитать молитву один в своем офисе. Но поскольку лучше молиться с Миньяном, он пошел в синагогу, снова говоря самому себе, стыдно быть тунеядцем. После этого я уже не мог удержаться и спросил у него, кто эти тунеядцы, о которых он говорит. Это я о самом себе, сказал он мне. О себе? Кто-кто? А Мордахай – это последний человек, которого можно назвать тунеядцем. Но Мордахай объяснил. Как правило, то, что люди имеют, зависит от того, сколько они зарабатывают. Но там же есть и те, кто по какой-то причине не обеспечивает себе достаточного жизни. Наше общество очень великодушно и оказывает им социальную помощь. Мы знаем, что наша финансовая жизнь – это всего лишь микрокозм, который является отражением большой картины нашего мира. Смотря на большую картину нашего мира, мы знаем, что заработки и здоровье и все остальное, что мы имеем, мы на самом деле получаем от Бога. Наша работа и медицина являются всего лишь каналами, по которым Бог нам все это посылает. Обычно Он нам все это дает в соответствии с тем, что мы заслужили через выполнение заповедей и ведение нашей жизни в соответствии с тем, как Он это предписал. Но также есть люди, которые по какой-либо причине не зарабатывают достаточно благословений свыше через свое выполнение заповедей. Бог очень добр, и Он щедро выдает этим людям благотворительные пособия по духовной безработице. Они таким образом тоже имеют нормальную жизнь. Сегодня мы слышим, что в Америке некоторые люди жалуются на злоупотребление программами государственной помощи. Видно, что люди также выдвигают подобный аргумент о злоупотреблении программами по духовной безработице. Это те люди, кто постоянно задаются вопросом, почему злодеи иногда очень хорошо живут. Муртахар продолжил. Я благодарю Бога, что имею обеспеченную жизнь. И надеюсь, что Бог продолжит предоставлять мне все, что мне нужно. Я пытаюсь заработать эти благословения своим выполнением заповедей. Но если я не могу обеспечить все это своим поведением, я верю, что Бог добр. И надеюсь, что Он предоставит мне мои потребности по своему великодушию, как благотворительное пособие по моей духовной безработице. Но я предпочел бы зарабатывать свои благословения сам, выполнением заповедей, а не получая пособие по духовной безработице. Потому что тунеядцам быть стыдно.